В Наринмаре стартовал очередной этап научно-исследовательской работы совместного международного проекта «Каларктик. Переработка пищевого сырья». На базе акционерного общества мясопродукты провели обвалку оленины с целью определения морфологического состава туши. Все замеры будут направлены в лабораторию Санкт-Петербурга. Конечная же цель всего проекта – выход продукции оленеводства Ниньского округа на рынке стран Евросоюза. Василий Хатанзейский продолжит. Проект «Переработка пищевого сырья» стартовал в 2018 году. За это время были проведены семинары для оленеводов, закуплен и установлен обвалочный модуль в СПК «Пути Лича». Проведена большая научная работа по изучению кормовой базы. В результате исследований было выявлено, что в кормах оленей присутствует от 50 до 75% ягеля, что придает особую ценность мясу. Невысокое содержание жира, отсутствие углеводов, большой процент белка. Такой продукт весьма интересен за рубежом. Необходимые условия для экспорта – высокое качество. Для проекта это очень важно, потому что зарубежные партнеры, скандинавские страны, но и другие страны Европы тоже, их интересует наше мясо. И поэтому мы должны показать свой экспортный продукт, какого он качества и его экологическое состояние. Метод обвалки является одним из способов определения морфологического состава туши. В результате выводится показатель в процентном соотношении мышечной, жировой, костной и соединительной тканей. Кроме того, определяется химический состав. По данным делают выводы о качестве продукции. Результаты будут готовы, думаю, что в июле месяце, потому что мы отвезем это все в лабораторию Санкт-Петербурга. Мы будем определять на питательный, то есть это пищевая ценность продукта. Мы будем определять на химический состав, какие микро и макроэлементы присутствуют в продукте. И также на тяжелые металлы. В конце мая партнер проекта СПК Путилича получил аттестацию на экспорт мяса. Осталось пройти последний этап. Это завершить документальную работу в области ветеринарного контроля на арктических территориях России, в том числе и НАО. Ее проводит Россельхознадзор. Василий Хатанзейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Телеканал Север.